Сегодняшняя тема моей пресс-конференции это распространенное в интернете заявление о якобы моей отставке. Ну хочу сразу сказать, что отставку я не подавал и в отставку на сегодняшний момент уходить не собираюсь. Поэтому все, что было написано в средствах массовой информации не совсем соответствует действительности. Александр Владимирович, как Вы считаете, могут ли такие высказания, такие вбросы информации как-то влиять на Вашу предвыборную программу или как-то, может быть, это специально делается для того, чтобы создать какое-то сомнение здесь, внутри Вашей программы? Ну Вы знаете, скажу честно, этот факт, то, что Вы сейчас озвучили, на самом деле является определяющим. Но, чтобы все Вы понимали, был действительно разговор. Я давал интервью русскому репортеру, в котором обсуждали минские договоренности, демокрационную линию, прекращение огня и так далее. И, кстати, сейчас вот только что к Вам заходил, то, что было сообщение передали. Обстрел был в город Донецк, район ЖД вокзала, Амстор, попал снаряд, 9 раненых, из них 2 сотрудника Амстора, очень тяжелые, пробило крышу, разорвался прямо в торговом зале. Дети, старики, женщины. Это так, к общему. А основное, был разговор, у меня действительно было интервью, в котором мы обсуждали вопросы, связанные с минскими соглашениями. И я хочу повторить слово в слово то, что я разговаривал с этим журналистом. Я сказал следующее, что ни я, ни мои подчиненные, ни пяди родной земли никто нас не заставит отдать. Сказал следующее, что я не держусь за свое кресло. Если будет стоять выбор безопасности моего государства, моих земляков, мне легче попрощаться с любыми должностями, чем совершить предательство в отношении этих людей. Все люди, которые со мной живут и воюют рядом, это мои близкие друзья, товарищи, я их считаю всеми своими братьями и сестрами. Поэтому, как истинный патриот своего города, заявляю вам, что никто не заставит меня ни на каких условиях отдать приказ об отступлении. Всю территорию временно оккупирую, которая находится под управлением украинских властей, считаю временно оккупированной, отношусь к этому соответствующе. И перемирие было заключено только для того, чтобы украинская сторона поняла, что войной конфликт не решить, и была у нее возможность спокойно, в мирном процессе, освободить всю незаконно занятую нашу землю. Александр Владимирович, Вы пренесли причину переноса выборов. И расскажите, пожалуйста, немножко по энергетике, по запасам угля, по теплу в домах, скорая холода, как у нас ситуация обстоит в Донецке, и в пригородах города, ну и, соответственно, в Шахтерске, в Торезе, в Зубресе, в Снежном. Давайте начнем с этого, с энергетики, с тепла. Две недели назад при правительстве ДНР был создан штаб подготовки к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний момент город Донецк на 80% готов к отопительному сезону. Более ситуация сложна там, где были боевые действия, в Шахтерске и в пригородах города Донецка, так как большинство коммуникаций, к сожалению, нарушены, и сейчас идут активные восстановительные работы. Самая сложная ситуация, это в районе аэропорта, там, где до сих пор продолжаются бои, и восстановительные работы, к сожалению, в том объеме, в котором бы нам хотелось, не могут проводиться. Далее, плотно, сейчас в плотном режиме работают комиссии, которые выявляют потребность населения в угле, вот именно в этих пригородах, и уголь, который потребуется для отопления домов, этим людям будет предоставлен совершенно бесплатно. По поводу энергетики и угля. На сегодняшний момент Донецкая область, даже так территория, которая находится под нашим контролем 100%, может, она владеет 60% запаса угля, находящегося на Украине. Мы в этом отношении, с уверенностью смотрим в зиму, старыми детовскими методами, буржуйками, можем это все отопить. Уголь в достаточном количестве есть. Что не скажешь в Украине. Там намного все сложнее. Судя по украинским СМИ, если мы в течение буквально еще недели не будем поставлять уголь на украинскую территорию, то на территории Украины начнется веяное отключение электроэнерии. Это первое. А зиму они встретят еще хуже, чем мы. Ну, такая же ситуация приблизительно складывается, к сожалению, в Новозовском районе. Там и за сложности перемещения, и, к сожалению, после перенесенного ураганного урагана, который там произошел, туда нужно будет доставлять уголь, так как коммуникации практически нарушены все. И мы не успеем в полном объеме восстановить к зиме. Поэтому туда будут направлены машины с углем, чтобы люди могли топить углем свои дома. Это все, что касается вашего вопроса. А перенос выборов? Перенос вызов связан чисто с техническими моментами, потому что очень много желающих зарегистрироваться на пост главы правительства. И по мочисленным просьбам на неделю просто перенесли выборы, чтобы все могли поучаствовать в выборах. И тогда, кого выберет народ, тот и будет достоин. Александр Владимирович, как Вы считаете, у Вас есть какой-то сильный конкурент на выборах? Ну, все, кто будет баллотироваться, они все сильные конкуренты. Это все харизматичные люди, это все большие лидерские качества. Эти все люди известны в Донецке, в Донецкой области, не только тут. Поэтому, ну, они все сильны. Еще очень интересует информация по аэропорту. Известно, что там продолжаются бои. Бои идут уже давно. Какая сейчас там обстановка? Что вот можно сказать? Ну, уважаемые господа журналисты, я уже неоднократно заявлял Вам и заявляю еще раз. Аэропорт находится на... Ну, практически на 100% под нашим контролем. Не находится под нашим контролем населенный пункт город Авдеевка и Пески. С территории этих населенных пунктов обстреливаются аэропорты, прилегающие района города Донецка. Кстати, на сегодняшний момент, которые обстреляли ЖД вокзал и район магистральный попали в Амстор. Это наносился удар именно с района Песок. Чтобы украинские власти не говорили, что они контролируют аэропорт, я могу... Ну, я был вчера там, был позавчера там в аэропорту. Мы ходили по новому терминалу. Небольшая группа украинских военных заблокирована в старом терминале. Ну, они абсолютно не мешают нам находиться на территории аэропорта, передвигаться по взлетно-посадочной полосе. То есть, я не вижу проблемы именно в этом объекте. Большие проблемы создают украинские военные, которые находятся на территории воинской части в Авдеевке и в районе населенного пункта Пески. Все. То есть, как бы Украина ни говорила, что мы вот так, такие, держим аэропорт, и на самом деле флаг висит там наш, флаг висит там давно. Украинского флага там нет. 60 человек, находящихся в территории старом терминале, это мы с ними по телефону общаемся, предлагаем периодически сдаться. К сожалению, это правый сектор, сдаваться он не хочет. Ну, это вот и вся проблема. Населенные пункты мы не обстреливаем, ни Пески, ни Авдеевку. Если бы мы считаем их своими населенными пунктами, там наши земляки живут, многие бойцы находятся там в семье. Если бы мы обстреливали, так как они обстреливают нас, мы бы уже давно были бы и на Карловке, и возле Курахова, и в Красноармейске. То есть, в этом сложность нашего ведения действий, что мы не хотим обстреливать населенные пункты. Никто из наших военных никогда в жизни не будет стрелять туда, где находятся наши земляки. Есть какие-то приблизительные подсчеты нанесенных ущерба, как разводящихся, то есть, публиканской инфраструктуры, так и частной собственности? Ну, вы знаете, приблизительные подсчеты имеются, но они не совсем будут корректны. Даже вот, чтобы вы понимали, когда-то, когда Славянск еще не находился под нашим контролем, была разрушена система водоснабжения, водоподачи. Ну, вы понимаете, у нас водоподача идет с системами перекатов, то есть, поднимается на более высокий уровень. Самая высокая точка Донецкой области, это Мариуполь, кстати. Так вот, там стояли уникальные насосы, произведенные на заводе Уралмаш, в единственном экземпляре 60-е годы прошлого столетия. То есть, стоимость этих насосов и агрегатов, ну, я не знаю, оценить невозможно, почему? Потому что это был единственным вариантом, и вряд ли кто-то может это сделать. Это сотни миллионов, наверное. При обстреле Ясиновского Коксахима были повреждены два блока, стоимостью каждой из них порядка 150 миллионов гривен. То есть, уже 300 миллионов, только два блока. Разрушения, которые произведены в городе Донецке, в городе Шахтерске, Снежной, многие из вас наблюдали, Иловайск, села, ну, там практически в некоторых селах целых домов не осталось. То есть, это колоссальные затраты, колоссальные потери. И, как говорила Украина, с меня не смеет помню, 400 миллионов, по-моему, долларов оценивала, то по нашим подсчетам это уже за миллиард переваливает, и даже, наверное, не за один. Поэтому, столько считает, какие цифры. К сожалению, прекрасно понимаю, что сразу это все не восстановишь, но по мере возможности решается вопрос с предоставлением жилья людям его потерявшим. Восстанавливаются самые главные, приоритетные и важные для государства отрасли промышленности, промышленные предприятия. То есть, в данный момент идет целесообразность восстанавливаем шиферные заводы. Почему? Потому что шифер используется для ремонта крыш. Это приоритет. Можем установить элеваторы. Почему? Потому что элеваторы сейчас неприоритетные. А вот шиферный завод нужно восстанавливать. Амросевка, в принципе, и удачно показала. Шиферный завод работает, и с него уже пошел шифер, который используется для восстановления кровель в Донецке и в прилегающих городах. Я еще раз повторяю, никакого обмена территории нет. И не будет. И в Минске я не подписал ту линию, которая не считает. Линии... Повторю еще для всех вас, уважаемые журналисты, прошу донести до всего мира. Вторым пунктом Минского протокола был, гласил, что линия разделения в зоне огня, ну, разделительная линия, по состоянию на 19-е число. Если кто-либо вам будет говорить, что мы хоть метр из земли отдадим, я повторю еще раз, мне легче, наверное, надо действительно подать в отставку, чем это подписать. Моей рукой такой приказ не будет подписан никогда. А кем случае временного перемирия? Временного перемирия? Вы знаете, я не знаю, как у нас перемирие происходит, и вообще не происходит. Мне сейчас, как к премьеру, надо ехать на место обстрела. Вы знаете, я там был недавно, и вот вы не поверите, желание взять автомат и пойти все-таки сходить в аэропорт и своими руками кто-то пристрелить там возникает все больше и больше. Если мы не открываем огонь, а украинская власть пытается постоянно провоцировать, распространяя даже такие моменты, как с сегодняшним заявлением об отставке, я подозреваю, какие друзья это все сделали, и постоянно обстреливает. Но в каком перемирии, какое перемирие может быть, если нас постоянно стреляют? Вот вы журналисты, мне там поехали, посмотрели, как на 1 октября обстреляли в 57-ю школу. Это счастье, то, это и геройские люди, и учители, и один из ополченцев, наших бойцов, которые своими телами прикрыли туда детей. одного разорвало на куски, другого пробило насквозь. Это два человека, которые спасли детей, спасали. В этот же момент была расстрелена маршрут, и там погибли 6 человек. Я видел дедушку, возрастом, наверное, лет, ну и просто со спины его смотрел, ему кровь текла на хлеб. Он за хлебом вышел. Какие могут быть после этого разговоры о перемирии? Понимаете, те звери, которые находятся, извините за выражение, на той территории, на той, за той линии, за которую вы сейчас спрашиваете у меня, они уже людьми на самом деле называться не могут. Они стреляют в детей, стреляют в мирные дома, они стреляют по торговым центрам, в церкви. Ну, Украина всегда воспринимала Донбасс как регион, который приносит деньги. Потерять деньги, невзирая на сколько ты людей убьешь здесь, это для них основная проблема, это страшная вещь. Ну, люди, не воспринимающие человеческие жизни, а разменивающиеся за какие-то обещания, за какие-то предвыборные обещания. Понимаете, если вот сейчас победит партия войны в Украине, то наступление украинской в армии начнется буквально в первые же дни после выборов. Это мгновенно может начнуться. Вы сами прекрасно понимаете, что третий по списку, по рейтингу, идет Олег Ляшко. Вы высказывания этого претендента, ну, партийного лидера все прекрасно знаете. Вы также знаете, прекрасно видите ролики, чем он отличается, и как его называют в Украине. Таких боевых людей, как он, встретишь только, не знаю, в Украине.